Бен, у меня всё под контролем, как вы! Ну ты даёшь! Звонят, звонят, я помню. Всё, парни, работаем! Привет, меня зовут Филипп. Привет, это я, Мари. Мари? Какое у тебя красивое имя. Мари и король. Ну, любимый фильм моей мамы. Моей тоже, это, наверное, по-колеческой. Ага, я думаю, что повезло. Представляешь, если бы её любимым фильмом был бы... Или команды сдам. Ты проходи, присаживайся. Не против, если телевизор будет включён? Нет, просто тебе работа нужна. Ты занимаешься политикой? Да-да-да, сейчас напишу речи для некоторых депутатов. Сейчас как раз будут выступать твои нынки. Тогда тебе, наверное, лучше включить звук. Да нет, всё, что не надо, я пойму по сурдопереводу. Ты знаешь язык жестов. Ну, это что-то новенькое. Да. Слушай, какой-то интересный этот сурдопереводчик. Это кто? Чего этого? Чем ты себя выдал? Да не знаю, там как раз новенькие, какие-то они постоянно меняются. А ты, наверное, хочешь чего-нибудь выпить, да? Да. Дай угадаю апельсиновый сок и чуть-чуть водки. Хм? Только водки совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Апельсиновый сок. И чуть-чуть водки. Копельку? Угу. Пожалуйста. Так, ты медсестра? Да, я работаю медсестрой. Я не люблю разговаривать о своей работе. Ладно, немного расскажи. Я не просто медсестра, все эти клизмы, капельницы. Я работаю с детьми с очень тяжелыми патологиями. Так что они даже пожаловаться ни на что не могут. И поэтому, когда все вокруг жалуются на что попало, меня от этого просто трясет. И свою личную книгу жалоб из своей жизни я уже давно выпресила. Я тебя очень хорошо понимаю. Знаешь, у тебя такой прекрасный голос. Да? Да. Такой женственный, чувственный. Знаешь, вот по голосу можно многое что сказать о человеке. Ну, многое зависит конкретно от человека. Не-не-не, по голосу все можно определить. Знаешь, это же моя работа. Это как, знаешь, вот голос, это как глаза, как зеркало души. Вот все можно сказать по голосу. Да? Да. Ну, что же ты можешь сказать обо мне по моему голосу? Знаешь, я с уверенностью могу сказать, что ты девушка. Искриня, чувственная и с чувством собственного доступа. Ну, ни больше, ни меньше. Ну, что если ты доверяешь мужчинам, то доверяешь им на все сто процентов. А взамен не всегда получаешь то же самое. И именно поэтому ты бываешь часто разочарованным в мужчинах. Я ошибаюсь? Продолжай. Ну, знаешь, на душе у тебя много мелких и крупных ран. И благодаря своим удивительным качествам ты пытаешься их завязать. Но, знаешь, это тебе мешает. Нет, вообще, у меня сложилось впечатление, что ты нормальный девчонок, который ищет нормального парня.